МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите «Простые вопросы». Полтонны краски, 2000 гостей и веселья до самого утра. Такой коктейль ждет всех, кто попадет на первый фестиваль красок. Холи, который пройдет в Благовещенске 19 июля на одной из баз отдыха на Владимирских озерах. Сегодня у нас в студии организатор этого фестиваля Илья Кузьминский. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Ну что ж, вот такое многообразие, разнообразие нас ждет всех, кто попадет на этот фестиваль. Вот краска одна из них представлена у нас сегодня на нашем столе. Вот такой сыпучий, интересный продукт. Вообще фестиваль красок достаточно популярное мероприятие. Я так посмотрела в интернете, во многих городах уже проводится не первый год, и очень-очень много людей приходит на него. Ну, первый фестиваль именно у нас в России, это все-таки питерский. Это ребята с Санкт-Петербурга, которые начали, дали старт, которые привезли это именно в Россию. Учитывая культурность наших любимых питерцев, все-таки это очень хорошо зашло и пошагало по стране. Вообще это намного глубже. То есть, если взять, в принципе, фестиваль красок холи как мероприятие, это индийский праздник. Индийский праздник религиозный, так они встречают весну. Что за краска, из чего она состоит? Потому что, вот, если опять же смотреть видео из других городов, эту краску вдыхать приходится, да? То есть, она вот распыляется, она как крахмал. Так, получится вдыхать, да, но ничего страшного в этом нет. Попадание в глаза, в рот обеспечены. Даже по поводу вдыхания краски могу сказать, что какая бы философия и весны не была в Индии, это мероприятие, допустим, там издревле проводилось для профилактики респираторных заболеваний. То есть, это распыление различных приправ в воздухе, которые являются благоприятными для уничтожения микробов и так далее. Бактерицидные, конечно. А непосредственно сама краска про состав, она самая близкая, что-то между мукой и крахмалом. То есть, в зависимости от цвета, естественно, меняется состав краски, но это все природные ингредиенты. Все это какие-то культуры, это овощи, это злаковые и так далее. Я так понимаю, что вот этим можно рисовать, да? Этим можно и рисовать, и осыпать друга. С этим можно делать все, что угодно. Самое главное, придумать самому, чего ты хочешь от этой краски. Ой, придумайте мне что-нибудь. Придумать вам, ну, давайте. Ну, вот здесь можно что-нибудь. Можно здесь, допустим, у нас, можно написать, допустим, простые вопросы, например. Простые, запоминающиеся. Можно сделать из вас маленькую царицу индийскую такую, знаете, простую. Точно, точно. Уже. И что вот потом? Очень просто, вот если вы посмотрите, то есть краска очень просто встряхивается с рук, очень плохо отряхивается с одежды. А можно вот сдуть, да? Можно, конечно. Можете сдуть на друга, и будет вдвойне больше позитива. Да, она действительно сдувается. Можете, да. Салфеткой простой, сухой. Сухой, не влажной. Ну, можно и влажной, но сухой проще именно непосредственно с кожи. Да, действительно полностью смывается, встряхивается. Не красит ни руки, ничего не происходит, то есть кожа не красится. Здорово, здорово. Про аллергенность. Растительные натуральные компоненты. Если все-таки получится, а получится вдыхать эту краску. По поводу непосредственно краски гипоаллергенности, каждая краска проходит обязательно сертификацию. У нас есть тоже сертификат Ростеста, сертификат соответствия, который приходит на каждую партию краски. То есть нет такого, что поставщик, допустим, из Питера, он получил один сертификат и спокойно может что-то подмешивать. Значит, каждая партия краски, допустим, наши полтонны хваленые, они проходят сертификацию и только потом едут вместе с сертификатом. Полностью соответствует по всем параметрам. Мы сегодня эксперимент хотим провести. Эту краску можно даже, да, ее можно вот, очень много кто, она на палец спокойно, то есть на кожу реагирует. Можно взять, допустим, ну, вот добавить ее в воду, это обыкновенный пищевой краситель. Это у нас юпи сегодня. Ну, это не такой юпи, да, это больше, знаете, кисель крахмальный такой, мучной. И спокойно можно ее даже, вот, краска не имеет никаких вредных последствий, и можно ее пить. У нас программа будет 6 минут, поэтому посмотрим, что будет дальше. Ну, я надеюсь, что это действительно правда. Сертификат имеет печать, написано краска фестивальная Холи Гулаута. Совершенно верно. Верим. Хорошо. В чем нужно приходить на ваш фестиваль, потому что, я так понимаю, все-таки одежда будет немножко подпорчена. Одежда подпорчена не будет в том плане, что, опять же, повторюсь, краска очень легко отстирывается, но она очень плохо отряхивается. То есть, если вы пришли, никто не уйдет нераскрашенным. Абсолютно никто, мы это гарантируем, обещаем. Поэтому краска будет на всех, но после того, как мы снимали, допустим, различные ролики, мы очень много рассыпали краски. И пришлось, дабы соблюдать формат ролика, быть в деловой одежде. Но моя рубашка спасена, пиджак спасен, все используется до сих пор. А что, все постиралось? Да, все с первого раза. В исходном состоянии? С первого раза. Но тогда это было бесполезно отряхивать, пришлось ехать домой цветным. Ну, по-моему, было бы здорово приходить на этот фестиваль просто в белых майках, да? В белые футболки, допустим, некоторые мероприятия, типа питерских, они подразумевают именно белые футболки. Белый дресс-код. Но это не обязательно, каждый по мере своих возможностей приходит, опять же, дело главное не в правилах, а в том, как ты красиво проводишь время там. Если говорить о месте проведения, я говорю, опять-таки, о составе вредности, невредности красок. Будет какая-то специальная площадка, это все будет, естественно, осыпано, вот все цветное, вот ничего это не несет урона? После мероприятий, допустим, других городов, цветное все, газоны, трава, все цветное. Но это с первым дождем, да даже не то, что дождем, так как будет жара, так как мы есть, и люди какие-то хотят умыться, промыть глаза, естественно. Мы, как организаторы, берем на себя обязанность обеспечить людей водой, то есть, чтобы они могли где-то помыться, где-то промыть глаза. Допустим, в Питере так не делают. Они говорят, вот уйдете, по всему городу пойдете, сделаете, да, хорошо, чтобы все вас увидели, тогда дома помойтесь. У них так нет, но у нас мы все-таки первый раз, чтобы не было, допустим, даже маленьких каких-то намеков на эксцесс, мы ставим различные, ну, то есть, вода будет, да и жарко, в принципе, без воды никак. Очень интересно знать, как это все будет происходить. Вот в чем программа фестиваля? Есть два вида проведения мероприятий, где бесплатный вход и платная краска, либо наоборот, платный вход и бесплатная краска. Мы относимся к вторым, то есть, у нас платный вход, но у нас краска в свободном доступе. Естественно, русская душенька получалась на таких мероприятиях, когда проводили уже так, они приходили люди с пакетами, вот так, сколько могли, набирали себе, да, то есть, там, 20 килограммов так на плечо и уходили. Естественно, будут волонтеры, мы работаем с командой волонтеров. Паталоном. Которые будут, нет, паталоном не будет, в свободном доступе, но волонтеры будут рекомендовать использовать краску в нужных объемах. То есть, чтобы это не было так, ну, там, ой, я сейчас наберу краски, унесу и домой пойду, у нас есть же такие люди, которые пишут. И, ну, естественно, на самом мероприятии, то есть, краска, так как в свободном доступе, будут большие массовые выстрелы. Главный атрибут мероприятия – это массовый запуск краски. Все это время. Да, это когда все набирают краску, кто-то по цветам распределяется, там где-то синий, белый, красный, зеленый, коричневый, либо наоборот хаотичность, то есть, ну, везде это по-разному абсолютно делается. И по команде ведущего со сцены краска взмывает воздух, естественно, миллионы красивых фоток. Да, есть в интернете видео, это очень красиво выглядит. Судя по отзывам из других городов, опять-таки, бывают огромные очереди на такое мероприятие. Вы будете как-то с этим бороться, решать, что вы будете? Ну да, с тем же, опять, с тем же Петербургом у них проводится на стадионе это все, чтобы за город не выезжать. У нас все это проводится ближе к воздуху, ближе, там, допустим, к воде. Пропускная способность от турбазы, где мы находимся, она невелика на самом деле. Но нам сказали уже, что об этом надо позаботиться. Мы выстраиваем большие очереди, чтобы пропускную способность увеличиваем тем, что у нас будет больше билетов продаваться, больше людей на контроле. И, естественно, это будет охрана отдельная, то есть частная охрана организации, чтобы тоже не было никаких проблем, чтобы мы этим не занимались. Но, учитывая сам въезд, что въезжать и машинам, и людям приходится через один вход. Мы посмотрим, как сделать это оптимально. Будет, естественно, стоянка отдельная для тех, кто не хочет оставлять свою... Ну, в общем, вы там организуете весь процесс. Да, мы будем пытаться сделать все хорошо. Для детей будет ли отдельная какая-то площадка, потому что все-таки вдыхать краски не очень хочется. Конечно, будет не только для детей отдельная площадка, но и будет отдельная площадка для людей, так скажем, которые устали. По времени как все будет организовано? Заезд на сам фестиваль планируется с часу дня. Естественно, так как плохая пропускная способность, где-то только к 2, к полтретьего мы начинаем старт, мы даем старт. Проходить мероприятие будет до 8 часов. 8 часов именно дневной формат, так как у нас маркировка 6+, а после 10 часов нельзя находиться людям до 18. В 8 часов людям объявляется о том, что у нас конец мероприятия. Но так как у кого-то там шашлычок не доедет, у кого-то что-то еще, дабы не возникало тоже каких-то проблем, мы даем 2 часа на то, чтобы покинуть базу. В 10 часов начинается ночная программа, уже автопад, так скажем, в формате опен-эйра будет проходить уже электронная музыка, там диджеи из Хабаровска тоже в формате фестиваля. Ну что ж, весь интернет говорит, что это весело, это здорово, это заряжает просто позитивом. Добро пожаловать, осталось считанные дни, 19 июля на Владимирских озерах пройдет фестиваль красок Холи. Это такой мировой фестиваль, на котором можно вот такими красками побросаться, можно нарисовать друг на друге, я так понимаю, и вообще много можно чего увидеть. Спасибо, Ирина, что вы сегодня пришли к нам в студию. Спасибо вам, индийская принцесса. Всего хорошего.